Что надо делать в докторах, чтобы быть счастливым? Что принимать? Надо принимать решение. Вы какой-то антигалецкий. В каком смысле? Нет, я считаю, что нет. В управлении. У него было ощущение, что он уже всего добился, его уже не догонят, а мы вот тут какие-то, так сказать, мыши. Твои решения, они могут основаны быть на хочу так, хочу, так сказать, куклу Машу, хочу розовый бантик. То есть вам свободы не хватило? Знаете, воровать это, конечно, ужасно, но еще хуже ничего не делать. У нас дураки наносят гораздо больше ущерба вообще, чем, так сказать, воры, я вас уверяю. То есть не существует сумма, способная вас остановить? Да. Я приведу вам три причины, по которым вы должны посмотреть интервью с Ольгой Наумовой. Хотя ее имя вы можете слышать впервые. Во-первых, под руководством Ольги сеть магазинов «Пятерочка» обогнала своего главного конкурента «Магнит». Причем «Магнит» времен Сергея Галицкого. Во-вторых, Ольга единственная, кто руководил и «Магнитом», и «Пятерочкой», то есть самыми крупными сетями в России. И выручка каждой из них превышала триллион рублей. Наконец, для меня лично Ольга — это редкий пример человека, лишенного дурацких стереотипов и наделенного здравым смыслом и чувством юмора. Так получилось, что для этого интервью мы встречались дважды, с разницей в полгода. И я использовал эту возможность, чтобы подсмотреть и подслушать что-то для нашего маленького медийного бизнеса. Советую вам сделать то же самое. Смотрите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Расскажите, как вы попали в «Пятерочку». Вас Фридман пригласил туда? И вообще, как это было? Я попала в «Пятерочку», потому что меня пригласили «Хэтхантеры». Вы будете смеяться, человеком, который меня туда пригласил, был Шехтерман Игорь, который оттуда же, с которым у нас, собственно говоря, и случился такой большой управленческий, будем так говорить, конфликт, как с руководителем. Но как «Хэтхантер» он был достаточно активным многие годы. Но как-то мы поговорили и поговорили про то, какая это конкретная управленческая задача. А какая она была? Глубокий кризис бизнеса, который не один год потеряет своих покупателей и, так сказать, находится в определенной степени в штопоре. Ну, с очередным, так сказать, я так понимаю, что в 2012 году, как раз до меня, был целый год, так сказать, такой команды экспатов, так сказать, в свое время был приглашенный менеджмент из «Лидла», ну, который, так сказать, вообще никогда не имел практического опыта работы в России. Ну, там, язык, культура, я вообще молчу, у нас, бывает, этим пренебрегают, хотя в потребительском секторе все-таки важно не только, так сказать, какие-то международные опыты, навыки, но и понимание культуры, вкусов, привычек, системы, так сказать, коммуникации, и это было очередное, то есть это, так сказать, компания прошла с момента покупки перекрестком «пятерочки» и образования «Х5», ну, скорее, так сказать, этот бизнес, он двигался в отрицательной динамике по разным причинам, потому что была попытка организовать единый центр для разных форм, ну, разных бизнес-моделей, так сказать, слияния, не очень сливаемого, без понимания, что аудитории разные, позиционирование разное, матрица должна быть, ну, так сказать, просто разная. Вот, и тогда, конечно, в компании было, ну, со всех направлений, как бы она была в штопоре. Вот вы приходите в этот отрицательный штопор, вот вы видите, вам предлагается новая история, которую никто не... Знаете, я очень люблю отрицательные штопоры, я прям вообще, вот, так сказать, чем более сложная история с точки зрения трансформации, тем она более интересная. Ключевой вопрос – это понимать, есть ли перспектива, есть ли рынок, есть ли, ну, потребитель вообще как таковой, есть ли возможности предложения продукта этому потребителю. Какие были, собственно, основные вещи, ну, вот, которые вы увидели, что там надо поменять, и будет, и мы обгоним там магнит, я не знаю. Вы знаете, или мы сделаем лучше, просто к нам будут ходить. В любом случае, в больших системах, таких как магнит, что магнит, что пятерочка, так сказать, что там даже большие индустриальные производства, зачастую болит все. У меня, так сказать, есть сейчас коллега, который называет это «уши всей бабушки». Вот, это, ну, вот, очень точно. Вот, потому что, так сказать, когда у вас происходят потери, ну, прежде всего, потери понимания покупателя, предложения ценностного покупателю, вообще ценностей, дальше тут персонал не понимает, куда идет. Ну, начинает разрушаться домик. Он вообще весь разрушается, и в том числе физически у вас не работают кондиционеры, холодильники. У вас снижается выручка от того, что то, что вы делаете, неинтересно потребителю. Вы, так сказать, для того, чтобы сохранить доходность, вы не находите ничего лучше, как корову еще меньше кормить. Ну, какой-то период, так сказать, она, несомненно, даже может функционировать, но потом она того. Мы стали работать именно с потребителями, ну, понимали, что первопричина – это то, что наше предложение неинтересно, неправильно, оно должно быть полностью пересмотрено. Но должны были бы это сделать так, чтобы оно было операционно эффективным. И главное, очень важно понимать, как ты это будешь масштабировать. То есть каждый элемент должен быть воспроизведен, воспроизведен качественно, ну, так сказать, для любых масштабных историй, таких сетевых, системных, очень важен стандарт. Ну, так сказать, как ты обеспечишь выполнение этого стандарта, с помощью чего ты обеспечишь выполнение этого стандарта. А я еще посмотрела на цифры, просто так освежить, и поняла, что в какой-то момент выручка этой компании, оборот-то, достиг триллиона рублей. Точно, да, было, да. Мы в общей сложности в три с лишним раза увеличили бизнес, ну, вот за период, сколько я там работала. Мы праздновали триллион, я помню. У нас была видеоконференция, наш, так сказать, все-таки межрегиональный сетевой бизнес – оперативка. И наши, так сказать, доблестные внутренние коммуникаторы такие растянули баннер про триллион сзади, там, ну, так сказать, вот в комнате, где была штаб-квартира. Это было классно. Но больше мы праздновали, конечно, именно перелом тренда, то, что мы начали расти. Ну, так сказать, это уже был триллион, это уже была такая вот, ну, просто приятное следующее развитие устойчивого, устойчивого позитивного тренда, устойчивого трансформации и изменений, которые были проведены раньше. Среди зрителей русских норм наверняка есть клиенты премиального бенкинга. А у кого-то такие пакеты наверняка есть в нескольких банках. Но я уверена, что вы даже не до конца знаете, что все это значит. Потому что премиальное обслуживание – это давно не только менеджер 24 на 7 и консьерж службы. Это прежде всего выгодные финансовые условия для тех, кто хочет управлять своими деньгами эффективно. Например, с Альфа-премиум вы получаете лучшее премиальное обслуживание в России по данным Frank Research Group. 6% по накопительному счету, повышенный кэшбэк на все или мили на любые железнодорожные и авиабилеты. Лучшие условия по переводам – бесплатное снятие наличных по всему миру и выгодный курс валют, близкий к биржевому. Премиальное обслуживание в Альфа-банке также открывает нефинансовые привилегии. Вы можете бесплатно вызвать трансфер в аэропорт или пользоваться бизнес-залом. Оформить страховку в поездке для всей семьи. Пользоваться услугами инвестиционного консультанта, который поможет построить стратегию инвестирования и накопления. Пакет услуг Альфа-премиум бесплатно дается клиентам, которые держат в банке на всех счетах более 3 миллионов рублей или держат на счетах 1,5 миллиона, а покупки делают более чем на 100 тысяч рублей в месяц. Переходите по ссылке в описании и получайте лучшее премиальное обслуживание в России от Альфа-банка. С точки зрения управления компанией, которая зарабатывает триллион, это то же самое, что управлять 10 миллионами? Нет, конечно, разные вещи. Просто в данном случае это не вопрос не только выручки, а просто количества людей, объектов управления. Да, но это большая компания, в ней чуть меньше 300 тысяч человек работало, на много федеральных округов, объектов, логистических объектов и так далее. То есть это просто сложная система. Нужно было создать структуру, которая будет максимально быстро отдавать импульсы на места, то есть реально с магазинами работать, получать от них обратную связь, отдавать, получать. Тогда был бы результат. А как это делается? Система КПА, система сигналов, поощрений? Это в том числе еще и организационные единицы с делегированием полномочий и поиском туда людей, которые способны делегированные полномочия взять. Ведь полномочия же такая штука, это же ответственность. У нас ответственность, во-первых, мало кто хочет ее брать на себя, и еще и немногие могут даже нести. Все время пытаются разделить. Обычно полномочия хочется нагрести, а ответственность как-то так разделить. Недавно Токовинин из АМСРМ написал отличный пост про то, что благодаря коммуникациям никто не хочет брать на себя ответственность, потому что можно написать начальнику в Телеграм и ответственность переложить. Да, но просто в какой-то момент ты оказываешься человеком, который вот сам по себе решение должен принимать, а перекладывать тебе. Я вот уже больше 30 лет живу в парадигме, что я должна решение принимать. Вообще от этого, так сказать, как в известном анекдоте, что надо делать, чтобы доктор, чтобы быть счастливым? Что принимать? Надо принимать решение. Это ты сам управляешь своей жизнью тогда, для начала. А дальше уже ты можешь управлять какими-то другими задачками, их решением, коллективами, других таких же относительно свободных людей, способных тоже решение принимать и, значит, нести ответственность за эти решения, за людей, которым вы их отдаете, и за то, чтобы, так сказать, ну, за последствия, в том числе за ошибки. Мы на первом этапе трансформации, мы все занимались операционкой, ну, выстраиванием вообще гигиены процесса. Гигиены, чтобы не воровали? Знаете, воровать – это, конечно, ужасно, но еще хуже ничего не делать. Ну, так сказать, у нас дураки наносят гораздо больше ущерба вообще, чем, так сказать, воры, я вас уверяю. Вот. Поэтому выполнять процессы, создавать эти процессы, создавать инструменты, чтобы процессы были удобными для магазинов, там, для инфраструктуры и так далее, чтобы они работали, работали быстрее, чтобы все, что можно было бы сделать за три часа, мы делали три часа, а не сутки. Ну, вот какая-то такая история. У вас не было азарта такой конкуренции с таким ярким человеком, как Сергей Галецкий? У меня конкуренция азарта… Очень сильного такого шахматиста. У меня был азарт, и вообще есть азарт созидания. Я, как сказать, я считаю, что в этом есть определенная разница между мальчиками и девочками. Мальчики воюют. Они органически любят там пострелять и кого-нибудь убить. Для них в силу этого важно, с кем они соревнуются. То есть, ну, персонализация соревнования и смысл этого соревнования – это у контрапупить противник. Да, полное уничтожение. Вот женская логика развития ради чего? Вообще цели полагания, она немного другая. Она что-нибудь создать. Ну, то есть, вот я очень люблю создавать. Чем сначала какие-то маленькие штуки ты создаешь, не знаю, какие-то произведения, отдельные элементы, кубики, а дальше по мере развития понимания, как вообще устроен мир, я люблю сначала, ну, я любила создавать системы. А дальше все более сложные системы. Там города, страны, менять мир, да, вокруг. То есть, я изначально хотела, чтобы вот это, ну, вот то, что мне досталось, стало привлекательным, интересным, чтобы люди туда пошли, чтобы мы трансформировали, ну, падающий, непривлекательный для клиента бизнес, абсолютно в тот, который они органически выбирают. Вот поэтому я в данном случае соревновалась с, что ли, с предыдущим опытом этого, этой компании. Потому что я пришла уже, ну, каким-то там четвертым или иксным директором. В предыдущий был там немец, который сбежал меньше, чем через год. Вот, и очень высокая усталостность, ну, людей, которые, собственно, управляли магазинами, была на тему, что ничего не меняется, все плохо, нас никто не слышит. Поэтому мои силы в первый период были сконцентрированы туда. А с Галинским мы познакомились в тринадцатом году, тоже в Краснодаре. И я увидела перед собой человека, который полностью уже не интересуется, ну, то есть он царь горы. У него было ощущение, что он уже всего добился, его уже не догонят. И все, мы, так сказать, а мы вот тут, ну, какие-то, так сказать, мыши. Вы это оценили как слабое место? Абсолютно. Ты понимаешь, что человек тебя вообще не воспринимает ни за специалиста, ни за конкурента. Это ты прямо перед глазами видишь, что у тебя есть время. А самая единственная вещь, которую нельзя купить, это время. А в ситуации наших ритейловых историй, еще раз, для меня прежде всего было необходимо поменять настроение, чтобы была команда, которая один верит в то, что у нас все получится. Не оценил, Сергей Николаевич, вашего стратегического коварства. Не оценил. Это очень хорошо, очень всегда хорошо. Он же вас звал потом на работу. Было дело, да. Почему вы не согласились? Не будем вдаваться в подробности. А если не в подробностях? Я никто вам сказал, что я не согласилась. Так, все. В общем, не все обстоятельства, которые происходят вокруг, зависят от меня. От меня зависят, ну, так сказать, те решения, которые я принимаю. А есть как бы в том числе среда, обстоятельства, решения других людей. Нужно просто их принимать во внимание. Но в таком режиме, если бы докабы, а вы бы сработались с Галецким? Как вы думаете? История не терпится слагательных наклонений, как меня выучили еще в школе. Поэтому это все совершенно гадание. Надо просто пробовать и делать. Ну, и дальше получается, не получается. Я встречала в своей жизни небольшое количество людей, которые, так сказать, очевидно, неприемлемы для меня. Ну, прежде всего, это вопрос системы координат, на самом деле. Это что человек готов сделать ради результата? Готов ли он убивать? Нет. Ну, для меня это неприемлемо. То есть есть действия и есть, так сказать, такой уровень морали, который для меня просто неприемлем. То есть я не буду делать все, что угодно ради результата. Ну, вот здесь скорее речь о двух харизматических литерах. И характер. Мне кажется, что харизматики разные бывают. Можно найти комбинацию рядом с человеком, что он будет себя проявлять в чем-то. Тем более, опять же, я не такой уж... Ну, я не экстраверт. То есть мне не нравится, так сказать, публичность как таковая. У нас есть харизматики, которые любят быть в центре внимания, например, но не столько внимательны к деталям. Ну, это все... Мне кажется, что с многими людьми при желании взаимно можно найти общий язык. Во все времена человечество пыталось заглянуть в будущее. Философы, писатели и ученые гадали, каким будет мир в 21 веке. Научатся ли люди летать? Смогут ли изобрести телепорт? Найдут ли жизнь на других планетах? Нам с вами гадать не приходится, потому что будущее уже здесь. The Bell совместно с компанией Megafon сделали огромный проект, который так и называется «Будущее здесь». В нем мы рассказываем о невероятных технологических достижениях и о том, как они будут развиваться. Вы узнаете, как будут устроены умные города, как работают большие данные и облачные сервисы, как гаджеты диагностируют заболевания, как защититься от хакерских атак и когда можно будет в прямом смысле платить лицом. Переходите по ссылке ниже и читайте материалы на The Bell в разделе «Будущее здесь». А еще слушайте одноименный подкаст на Яндекс.Музыке, Саундклауд и в Эппл подкастах. Вы знаете, вы какой-то антигалецкий. В каком смысле? Нет, я считаю, что нет. В управлении. Не сказала бы, что я уж такой анти... идеологический, по крайней мере. То есть мне тоже нравится строить системы, мне нравится, чтобы работала логистика, мне нравится, чтобы были автоматизированные и хорошо простроенные, продуманные бизнес-процессы. Я имею в виду с точки зрения системы управления. Думаю, что в чем-то да. Наверное, да. В чем-то... Да. Но я все-таки, скорее, все-таки... Разница еще в том, что это собственник, а я менеджер, и я как бы вот... Я понимаю, что это... Некоторые собственники понимают, что у них нет сдерживающих центров. Они могут... Ну, если у них сегодня не то настроение, они могут поступить так, как считают нужным, в том числе спустить в унитаз весь этот бизнес. Ну, это же их, так сказать, продукт, будем так говорить. А если ты все-таки работаешь на кого-то, то у тебя, ну, на мой взгляд, дополнительный уровень ответственности перед... Ну, так сказать, ты все время думаешь про то. Не можешь быть эмоциональным, так бы я сказала. То есть твои решения, они могут основаны быть на «хочу так», «хочу, так сказать, куклу Машу», «хочу розовый бантик». Еще был у нас с Сергеем Николаевичем такой момент в интервью, когда он сказал, я понимал, что если что-то случится, ну, с каким-то продавцом, с доставщиком, то вот я за это буду отвечать, я из-за этого не буду спать. А у вас такое было? Ну, конечно, ты отвечаешь за всю эту систему, так сказать. Сергею Николаевичу тяжелее, наверное, было то, что это была персонализированная ответственность. То есть он был именно в соушел-медиа, ну, то есть именно он был как бы магнитом. То есть у них… Мне кажется, что для такой большой организации важно выстроить хоть какую-то систему, ну, то, что называется, говорящих голов, и вообще, ну, так сказать, которые управляют организацией. Они… если это только отец-основатель, то на него сыпется ужас в том, если вот все такие истории, все, любое минус, любое отклонение, любое происшествие, оно становится персональной ответственность конкретного человека. Вы сказали в самом начале, что у вас в результате, в конце истории с пятерочкой случился конфликт с руководителем, с руководством Х5. А в чем он состоял? Ну, вы знаете, наверное, как раз в системе делегирования полномочий, в том, как наличие стратегий… Ну, да, в какой-то момент, так сказать, когда… Ну, на старте, да, когда все плохо, обычно, так сказать, у нас как поражение безотцовщина, знаете, то есть все, как бы, так сказать, отходят и говорят, ну, ну, давай как-нибудь, так сказать, пусть посмотрим, какие-то сумасшедшие люди чего-то тут напилят. Если вдруг что-то получится, мы подойдем и скажем, что мы тоже рядом стояли. Если, ну, не получится, что, понятное дело, так сказать, мы тут не при чем. Когда нужно менять и много там, ну, всяких тяжелых историй, обычно уровень делегирования достаточно высокий. Как только результаты есть, дальше они устойчиво хорошие, дальше, как бы, так сказать, ну, появляется больше и большее количество людей, которые хотят тоже в этом поучаствовать, получить за это орден. И давайте-ка мы как-нибудь, так сказать, ну, скажем, поработаем с людьми, которые, может быть, эффективные, но слишком самостоятельные, со своим мнением, они его высказывают зачем-то. Тут они, зачем такое безобразие допускать у нас тут. То есть вам свободы не хватило? Вы знаете, я считаю, что в какой-то момент, когда система функционирует, ну, во-первых, и самому акционеру кажется, что, так сказать, ну, кажется, что менеджер как-то уже пусть, ну, зачем ему там, что называется, и новые проекты давать, и какие-то перспективы обозначать. И плюс к этому, так сказать, ну, есть такие циклы, как говорится, послушных и эффективных, послушных и эффективных. Вот когда нужно все починить, нужны эффективные, ну, может быть, не до конца форматные люди. А как только все вроде бы функционирует, лучше бы поставить туда послушного, чтобы он джасткиппинг, ну, поддержал, чтобы оно там, так сказать, и со всеми вытекающими отсюда последствиями, командами, проектами. Мы были такими, ну, действительно, так сказать, лидерами, которые все время хотели бежать быстрее, делать новые истории, как бы в том числе нарушать правила, на самом деле. Может быть, ну, надо было в какой-то момент лучше взаимодействовать, так сказать, и не просто, ну, делать все, чтобы мы считали правильным, так сказать, не всегда в соответствии там с какими-то там корпоративными процедурами. Магнит. Вот переместиться сразу практически к злейшему конкуренту, это как вот впечатление от этого было? Ну, мы же знаем друг друга, довольно хорошо знаем снаружи там тренды, моменты и так далее, но изнутри есть свои, ты не знаешь людей, культуру, до конца как бы компаний. Есть естественные проявления, есть там разный, так сказать, уровень позиционирования, там, восприятие покупателями и так далее. Ну, не знаю, я бы не сказала, что это легче работать в, ну, второй раз работать в той же самой индустрии, так сказать, чем там приходить в новую с точки зрения как бы. Ну, а с другой стороны, те же приемы применить, есть соблазн применить те же приемы? Ну, слушайте, тогда не получится вторая производная. Я вот как раз, для меня это совершенно неорганичная история. Ну, взять и построить то же самое. Ну, как-то из этого получится хорошо-то. Если мы хотим быть номером один, то мы волей-неволей должны другое что-то делать. Невозможно, ну, победить лидера, там, хорошего игрока, построив то же самое, что он из себя представляет. Ну, просто это немыслимо и глупо. Вы поняли, что сработает в случае с Магнитом? Да, конечно. У меня была идея, я же общалась с Галецким изначально, так сказать, и у меня, как бы, я думала над этим, ты уже, когда начинаешь понимать, что есть такие возможности, а ты начинаешь думать именно как принципиальный вопрос, что нужно сделать, чтобы работать на покупателя, что ему такое создать другое, какие ему предложить другие решения, какую конструкцию, какой уровень, ну, так сказать, системы создания стоимости для него реализовать другой, чем ты реализовал когда-то. вы пришли туда в Магнит в итоге, стали что-то внедрять, и первый год падение не остановилось. Я бы сказала, что как раз оно остановилось, рост не начался. Рост не начался. Вот это две большие разницы, как говорят в Одессе. Времени не хватило? Ну, да, там была разница на самом деле такая важная, связанная с тем, что когда мы пришли в Пятерку, мы оказались в такой качественной выжженной пустыне, то есть предыдущие, так сказать, иностранные специалисты вывели, сократили ассортимент, всего, но выводили и вычистили магазины с точки зрения ну, там нечего было покупать, короче. На вот это состояние проще положить что-то правильное, а если ты приходишь и там наоборот, огромная проблема, связанная с необорачиваемыми запасами, ну, с избытком навведенного чего-то, что является музейным экспонатом, то у тебя самих все упражнения в два раза больше. Ты сначала говно убираешь, а потом правильную вещь туда ставишь. Если его уже там кто-то убрал, ну, в том числе убрав вообще все, что бы то ни было, это уже сокращает срок реализации нового на одну, на один шаг. Так что, так сказать, где-то посложнее. Ну, и посложнее, и побольше времени занимает. А что случилось все-таки, почему вы ушли из магнита? Изначально мы не до конца понимали, как вся эта система будет работать, как будут приниматься решения. Это же была перемена и акционера одновременно, и общая система управления всей, как бы, так сказать, в бизнесе, и, как бы, так сказать, наверное, слишком большое количество, так сказать, центров силы и отсутствие единого центра принятия решений. И отсутствие центра принятия решений. То есть вам хотелось быть этим центром? Нет, я в любом случае все равно менеджмент, стратегические решения принимают акционеры. Дальше, так сказать, мы их реализуем, показываем варианты, как преумножить, но все еще зависит от того, цели какие, тоже могут быть разные. Вот поэтому в данном случае еще раз мы не являемся собственниками этого всего дела. Поэтому я не могу быть единственным центром принятия решений ни в коем случае, ни в какой истории, но когда я на кого-то работаю. Недавно Дюнинг давал интервью FT и сказал, что продолжают все равно спрашивать про то, почему вы ушли. И он сказал, что у вас было культурное несоответствие. Видимо, речь идет не о культуре с точки зрения какая музыка кому нравится, а с точки зрения культуры управления бизнесом. Ну, что имел в виду сам Ян? Тоже проще всего у него самого уточнить, но я думаю, что где-то он наверняка прав, у нас действительно культурные, разноглазия, ну, культурно мы разные люди по целому ряду факторов. Во-первых, мы говорим на разных языках и, так сказать, работая в этой стране с разнообразным и персоналом, и покупателями, я с ним их понимаю. Просто элементарно, а Ян, работая в этой же стране 16 с лишним лет, так за это время русский язык не выучил. То есть он, ну, как бы, это первое такое некое изменение, ну, разногласия, будем так говорить. На мой взгляд, нужно понимать, реально понимать, чем отличаются вкусы, привычки, интересы, и в том числе непосредственно на местах. Я вот уже говорила, что для меня важно, чтобы работали разные люди, у них были разные мнения, так сказать, очень, ну, зачастую, может быть, даже такой здоровый конфликт, ну, потому что мне кажется, что хорошая команда это пазл из разных, скажем, из разных тоже, из разного опыта, характеров, и, соответственно, это создает дополнительное value, как бы, и такие команды эффективны, ну, и, наконец, люди имеют право спорить, так сказать, иметь вообще, ну, реально, совершенно разную парадигму, я, можно сказать, фанат diversity, будем так говорить, ну, Ян, наверное, в силу каких-то своих моментов, он, у него есть четкий шаблон, человек должен быть ритейлер, работать в ритейлере, ритейлер, там, определенных, так сказать, происхождения людей, они должны быть тоже лояльны, может быть, скорее, чем эффективны, у нас в этом плане разные подходы, мне важно, так сказать, чтобы фокус был на результат, на эффективность, не на фантик, на содержание. У вас оба родители математики и технари, а вы стали социологом, а можете объяснить, почему? Я, на самом деле, в школе долго думала, куда пойти, поступала, кстати, на Мехмат, даже сдала письменную математику туда на четверку, что неплохо, что дает, в принципе, билет. Сразу, да, прямой путь. Но хотела найти что-то среднее между математикой и гуманитарными науками. И вот это был первый год, на самом деле, открытия социологического факультета в МГУ, и казалось, что это классно, что-то такое новое, интересное, и как раз где-то между Сциллой и Харибдой. А родители не говорили, иди туда, занимайся математикой, или наоборот, не занимайся математикой. Я сильно самостоятельная. Мне ничего никто особо не говорил. То есть с самого начала вам создали такую свободу? Нет, я думаю, что я сам или у вас характер. У меня характер. Решительный. У меня есть младший брат. На него весь фокус. А у меня характер. А, то есть брат оказался более податливым. Демпфер хороший. Вот. Ну, просто это действительно я беспроблемный ребенок с нормальными отметками. Вы отличница? У меня медаль даже есть серебряная. О, круто. По поведению я только всегда проблемы мыли. Серьезно? А в чем это выражалось? Ну, свободная, самостоятельная девочка, которая как считает нужным, так и поступает. А это не нравится и не поощряется. Это не поощряется ни школа и не сейчас. У нас избыточное количество свободы, оно пугает людей и вообще оно не поощряется. А вы учились в московской школе? У меня, кстати, очень интересная школа. 875-я моим учителем был Венедиктов. Если знаете, конечно же, Венедиктов. Конечно, знаю Венедиктов. Вот он был моим учителем истории, в результате чего я прекрасно знаю историю и вообще в какой-то степени даже считала себя гуманитарием наверное из-за того, какая школа. У меня шикарный учитель русского литературы. А Венедиктов хорошо учил историю? Прекрасно учил. Мы потом в университете, попав в среду как раз отличниц, которые считали, что они очень хорошо понимают во всем этом деле, стало понятно, что нас учили лучше. Я не увлекалась историей на самом деле, просто было интересно потому что мы обсуждали логику, варианты. Как вы поняли, что вы вообще хотите заниматься бизнесом, управлением? Это же было что-то, чего не существовало по сути. Я на самом деле начала работать быстро, занимаясь именно социологическими и маркетинговыми исследованиями, потому что нужно было просто что-то есть, нужно было деньги зарабатывать. Вы себе не представляете, как это знакомо. На каком курсе пошли? Фактически чуть ли не с первого курса. На втором. Мы начали социологические опросы и тому подобные вещи. Я сама по себе стала сначала интервьюером, а потом стала руководить супервайзерами и целыми двумя группами Москвы и Питера. В каком возрасте вы стали руководить группами? Ну, наверное, не знаю, на третьем, четвертом курсе. Был там 93-й год, наверное. И я тогда познакомилась в поезде в Москву и Санкт-Петербург с ребятами из Альтинвеста, из консалтинга, которые занимались оценкой бизнес-планов. У них был такой софт по оценке бизнеса. Выяснилось, что им нужны маркетологи, но та часть, которая как раз про оценку фактических рыночного потенциала. То есть этой части не было. Математика была вся, но под ней должна была быть какой-то пруф на тему, почему вообще такой бизнес может получиться. Ну и, соответственно, я стала с ними работать в маркетинге, потом ребята решили открыть московское представительство, и я для них его открывала. И вот такой вот был старт. Как они вам доверили? Девочке молодой совсем? Ребята тоже были не пожилые. Мы все были близки по возрасту, не очень, не сказать, что совсем, но 3-4 года, 5-6 разницы. Я в принципе всё время в это время дружила с людьми 6 и плюс старше себя. Стала воспринимать ровесников за людей очень поздно. А почему так, кстати? Просто мне было неинтересно с ним. То есть вам было интереснее с более зрелыми, взрослыми? А потом вы как-то круто, ну вы несколько раз в жизни круто меняли по крайней мере сферу. Я начала если серьёзно в более-менее большом бизнесе, это мы сделали стартап IT-дистрибутора с ИБСом. они нас наняли делать для них маркетинг и мы в процессе маркетинга познакомились, показали. Я показала, что и как, и меня туда позвали собственно директором по маркетингу будущего этого стартапа. И мы, так сказать, я посмотрела и согласилась, и вот мы стартовали IT-дистрибутора, который за год занял собственно самую большую долю. Это вот Депо? Нет, это называлось это Делай тогда. Потом этот же бизнес трансформировался в Депо. Вы не жалеете о том, что вы из IT перешли в Мезаургию? Я вообще не жалею ни о чем таком. Это нормальное стечение жизни, и наоборот, Мезаургия прекрасный опыт, работа и вообще не в Москве. Это промышленные предприятия со всеми вытекающими. Это самый большой, я бы сказала, для меня был такой самый интересный опыт уже руководства коллективами большими разного плана в тот период, который находился в таком. А металлургию вас нашла или вы выбрали? Нет, меня нашла металлургия. То есть вас схантили? Меня схантили. Тогда на Северстале было достаточно много проектов, которые вели Макинзи. был директор по развитию как раз оттуда. И он искал свежую кровь, которая могла бы помочь в плане трансформации как раз маркетинга и продаж. И я, собственно говоря, пришла работать с командой Макинзи как раз с проектом развития и прежде всего развития продаж и маркетинга для Череповецкого стелепрокатного завода. И это в определенный период времени меня воспринимали даже как тоже девочку из Макинзи. Хотя это не так. То есть я как раз вроде бы пришла со стороны заказчика. А что шокировало девочку-москвичку из МГУ, когда она попала первый раз в регионы? Вы знаете, ничего. Серьезно? Это самое абсолютно. Просто ты воспринимаешь мир нормальный. У меня был прекрасный директор. В целом вменяемые люди там. Скорее я их шокировала. Вы шокировали? Я сама по себе абсолютно ничего не боюсь и не боялась и тогда. И ничто для меня не было каким-то авторитетом, которое требовало другого подхода. То есть я просто считала как считала нужным, так и действовала. А это собственный завод. Назначили меня директором организации бизнеса. Никто не знал, что это такое. неких подчинённых. Это такой терроринком. То есть такой министр без портфеля. Абсолютно. И в результате люди реагировали. Если бы скорее они приходили на встречи, общались, как-то реагировали как раз на такого чёрного лебедя. Пришелец. Пришелец. Вот это мне думаю, что было всё достаточно легко. А у вас никогда не было такого, что вам говорили снисходительно девочка, это кто тут вообще? Ну, знаете, я такая большая девочка, метр восемьдесят один всё-таки и такая основательная. Я метр восемьдесят четыре. Основательная. Ну, с точки зрения всегда могла себя как-то поставить. Мне девочка кто-то такая не говорили. То есть вы не ощущали какой-то на эту тему конкуренции и какого-то такого отношения скептического? Может быть, это происходило уже потом в металлургии, но в Москве в это время во-первых, все работали и вообще бог знает какого возраста. И потом в новом бизнесе, в новых технологиях совершенно все стереотипы не очень были распространены. Вам же принадлежит цитата, в которой вы с кем-то на работе говорили, и мужчина вам сказал «Как ты можешь нанимать на эту работу Лену? У нее же нет члена». Да-да, было такое. Но все-таки есть барьеры, которые строят общество и строят мужчины, которые не воспринимают женщин как равных. Строят. Потому что мы их тоже воспитали. Когда мы говорили, кого нужно, мы с вами обсуждали, что нужно делать с точки зрения образования. Образовывать прежде всего нужно мальчиков на самом деле и не только девочек. Зачастую жаль и парней, которые способны к чему-то другому, но их активно посадили на другие рельсы. Они едут в другом направлении и тоже не могут с этого трамвайчика сойти. Это же целый мир установок. А вы сыну не говорите «ты должен, будь мужчиной, мальчики не плачут». Я лично нет. Я не думаю, что мальчики не плачут. Я думаю, что это вообще вредная фраза очень. Плачут все. Если у них вопрос как человек переживает эмоционально, что бы то ни было, они все могут переживать эмоционально какие-то обстоятельства. Что за дурацкая идея засунуть свои эмоции внутрь? Почему он должен их засунуть, а девочка должна наоборот биться в истерике, стоя кулаками по полу? Вы когда-нибудь из-за работы плакали? Нет. У меня есть свои какие-то моменты, связанные с органической реакцией на стресс. То есть она у меня может быть такая. Но это не значит, что я переживаю. Это может быть условно говоря давление и несправедливость может что-то вызвать. Но вы будете пепельницей кидаться или стрелять как некоторые? Я не буду кидаться пепельницей. Нет. Нет. Я закрытый человек. Я как раз вот это вот самое делаю, как будь мужчиной. То есть вы будете держать все в себе? Эмоцию в себе. Вы себе не вредите этим? Может быть это же я так действую. Может быть и вредят. А мальчики вредят себе, когда они засовывают эмоцию внутрь? Я думаю статистика инфарктов показывает вредят себе. А почему они себе вредят так? Потому что мы им говорим мальчики не плачут. Может быть не стоит? это говорить. Важно, чтобы мы что-то делали для изменения этой среды. В данном случае давали другие возможности. Открывали мир шире, дверь чтобы была открыта, даже можно сказать, чтобы не было стены. Очень много построено виртуальных стен и установок, которые реально вредят потом разным людям раскрываться так, как они могли бы раскрыться. это вы же видите, сами знаете про инфаркты. Вы хотели бы, чтобы наши мальчики не плачущие дали дубу на 20 лет раньше плачущих девочек. Хотелось бы прожить с ними долгий и счастливый рядом. дубу 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 Я недавно была на конференции по ритейлу как ведущая и там цифра была, что 10% розницы перетекло в онлайн. Мы достигли уровня 10%. Это так и есть. Вопрос в том всегда 10% все равно по сравнению с 90% это 10%. Вопрос в каких сегментах более сильный тренд, в каких менее сильный. Что происходит с потреблением? Просто все-таки понимаете, потребление же зависит не только онлайн офлайн, но в целом от того, какие реально располагаемые доходы. Мы получили все, весь мир получил огромный удар по рабочим местам, по фактическим доходам людей. И, конечно, в связи с этим потребительский сектор обязательно просядет овероу. Конечно, он вырастет в онлайне, но целиком он просядет. Я воспринимаю ритейл целиком. На мой взгляд, это очень такая граница офлайн, онлайн. Онлайн невозможен без системы логистики распределения, особенно в стороне нашего размера, с нашей плотностью проживания этого самого населения. И просто колоссальной зависимостью от любых логистических операций. Естественно, с этой точки зрения все эффективные физические точки начинают становиться пунктами выдачи заказов, в них появляются постаматы, все друг с другом взаимодействуют для того, чтобы эту систему распределения сделать наиболее удобной, комфортной около какого-то дома в самой маленькой станции деревни и так далее. Это интересное изменение, которое наш флагман онлайн-торговли Wildberries это самый оффлайновый онлайнер, который с другой стороны обладает большим количеством именно серьезнейшей логистики от РЦ до последней мили, которая определяется изначально пунктов выдачи заказов, примерочных людей. Только в онлайн. Потому что ты все равно должен как-то доставить потом и товар, и услугу. Услуговый сектор лучше, но все равно где-то есть физические вещи. Мы с вами сидим, и это мы все-таки видим друг друга. Могли бы по Зуму это все дело организовать, это была бы совершенно другая история, чем личный контакт. И они все равно происходят. И люди, практика показывает, что люди любят больше смотреть не на Зум, а на людей в физическом присутствии. Просто в Зуме еще сам человек смотрит в веселое бесконечное космическое пространство, и мало кто в состоянии адекватно не выглядеть при этом слегка таким офигевшим космонавтом. На мой взгляд. Потому что все вот эти истории, они как бы про разговор большого количества людей с космосом, а не друг с другом. Мы привыкли к тому, что Россия заимствует, российский рынок заимствовал, по крайней мере, в прошлом точно, какие-то форматы в ритейле. А русский ритейл экспортируем? Вероятно, да. Опять же, потому что это тоже, не то, что у нас есть русский ритейл, и он вообще самостийный, и иностранный. Мы тоже ездили, смотрели какие-то отдельные элементы. И вообще, на самом деле, ритейл очень такой живой бизнес, в котором ты всегда можешь, во-первых, что-то посмотреть, во-вторых, что-то попробовать. Понимая, преломляя это через то, как будет ли или не будет работать на твоей аудитории. С этой точки зрения весь современный ритейл, он имеет свои некие общие вещи. Я скорее думаю про онлайн ритейл, потому что и Wildberries, и Joom делают очень активные попытки, и даже не попытки, прямо нацеленные на международные рынки. Хорошо, прекрасно. Онлайн, наверное, больше шансов даже. Ну, наверное, да. Опять же, так сказать, нон-фуд более интернациональный, поэтому в определенных бизнесах возможностей больше, но все равно есть своя специфика логистической сетки российской от другой, просто с точки зрения, опять же, плотности проживания населения, отдачи от квадратного метра, структуры затрат, связанные с этим. То есть это немного другая опер-модель будет. Ее нужно адаптировать. Но это не значит, что нельзя заниматься экспансией. То есть какая-то удачная операционная модель, она может быть и международной. А скажите, ну вот вы руководили пятерочкой, магнитом, вы сейчас следите за их успехами какими-то? Конечно, я понимаю, что происходит и в пятерочке, и в магните, и в топ-10, и в региональных ритейлерах, потому что у меня с ними многие, в той или иной степени связаны те или иные проекты. Но там интересно, я вот посмотрела накануне, то есть понятно, что у пятерочки крутое приложение, у магнита приложение не очень хорошее, но при этом магнит впервые вырос по выручке, очень здорово, и у него темпы быстрее, чем у пятерочки. Были в первом квартале, были во втором квартале, посмотрим, что будет в третьем. Ну, по всем предварительным оценкам мы получим другую картину. Тут много разных факторов. Пятерочка продолжает развиваться, ну, опять же, как, если мы опять вернемся к тому, что мы в омниканальном мире, и пятерочка, и весь Х5 продолжает в омниканальном мире развиваться. Как через цифровые сервисы те или иные, так и через физику тоже, потому что далеко еще не везде, где могли бы появиться в федеральные магазины, они появились. А магнит, как я думаю, последний там год, в общем, скорее остановился. и занимается там внутренним, вероятно, занимается определенным внутренним улучшайзингом, ну, запуская те сервисы, которые были задуманы где-то год назад. На мой взгляд, как раз, так сказать, трансформация логистики, трансформация ассортимента, так сказать, лояльность в магните, это вот основные драйверы, которые привели к тому, что результаты такие, какие они есть в этом году, меня это очень радует, но это очень, это не короткий проект, коллеги. А я помню, что в одном из интервью вам задавали вопрос про магниты диджитал. Вы там сказали вот про эти умниканальность, я переведу на русский язык, умниканальность, это, я думаю, все знают, но на всякий случай это когда-то есть в онлайне, в оффлайне, вообще в соцсетях, везде. Вы сказали про умниканальность, вы сказали, что диджитал это пока такая как бы небольшая экзотическая история, не предсказывали, что так резко все изменится? Ну, вы знаете, все равно в еде это, так сказать, ну, некий новый стандарт потребления, то есть он быстрее начал так сказать, начал внедряться как обязательный. То есть те, кто были первыми здесь, ну, реально, так сказать, получили эффект хороший в этом плане. И удивительно, ну, классно даже, я вам сказала, видеть, что оптимистичная скорость даже еще, кстати, в 2019 году была уже выше, чем, так сказать, даже самые оптимистичные сценарии 2017 года. Но все-таки в абсолютно полный карантин тоже доля заказов онлайн все равно не была подавляющей. Это не условие. люди продолжат, ну, то есть в светлом будущем продолжат вернуться как бы к потреблению. Я пошел в магазин там с машиной, с большой тележкой. Вы знаете, я бы сказала, что для больших коробок ситуация действительно негативная динамика. Помните же, ведь у нас гипермаркеты, так сказать, ну, такие большие, совсем большие, удаленные, куда надо специально поехать. То есть это целый день такой. Они реально как формат уже не один год еще без коронакризиса, хочу сказать, чувствовали себя плохо. Так сказать, 17-й, 18-й, 19-й год мы уже видели, да, потому что человек другое отношение к времени, к ассортименту, большое, у нас в этих коробках 50% нон-фуд уже, вот, а он очень сильно ушел в онлайн, там очень, так сказать, жесткая категоризация, ну, и проще получить бесконечную полку. И такого типа, так называемая миссия закупки впрок, точно уходит в цифры. Это вообще, так сказать, ну, причем такая, как бы, желательно в одну кнопку, как раз в идеологию маркетплейсов и так далее. Это вообще просто, вот эта трансформация происходит с, она происходила раньше, по понятным причинам, но вот 20-й год ее просто задрайвил. Но для магазина у дома это наоборот в хорошем лайке. Супер маленький, вот, ну, совсем, вот, что называется, шаговая доступность показывает в коронакризис, тем более, очень хороший положительный результат, меньше трафик, но больше чек, ну, просто в силу того, что люди стали ходить чуть-чуть больше, закупаться реже. Физическая покупка в маленьком магазине у дома, в тапочках, вот, куда ты пошел за, так сказать, в шаговую доступность, ну, вполне удобно. Я думаю, что, ну, физически вот такой шаговой доступности ритейл не уйдет по многим разным причинам, но прежде всего, что во многих местах нашей страны это единственный шанс что-то купить, никаких мобильных приложений там так и нет. Есть еще один неприятный тренд, это когда у вас денег нет. Денег нет. Да, и когда в целом уровень доходов, ну, вот, всех по линейке падает, и количество, так сказать, семей с мротом, ну, вот, очень много их. Острота восприятия цены, и жесткие дискаунтеры, всякие разные, начиная от светофора, который, ну, вообще торгует регулярной, нерегулярной матрицей, так сказать, ну, постоянной, как бы, скажем так, тендерным продуктом, вот, до таких более цивилизованных, но тоже дискаунтеров. То есть, я бы сказала, что мы приходим в целиком, на массовом сегменте все-таки скорее к гораздо более острому восприятию цены. Я считаю, что сейчас очень много же биотехнологических стартапов интересных в этой части. У нас что хорошего, так сказать, вот, всегда, так сказать, принято ругать там санкции, например, но это же огромный старт всего пищевого производства. То есть, у нас фактически до, там, 14-го года в таком объеме, такого качества, такого ассортимента, таких, так сказать, ну, действительно, российского производства продуктов питания не было. И это сейчас, ну, за маленький период времени у нас очень значительное количество сегментов закрыты. экономисты сетуют, что мы за это заплатили просто двойную цену, грубо говоря. Мы как жители. Понимаете, Елизавета, у нас мы все время платим за все как-то, ну, за счетую, не очень адекватно. Вспомним индустриализацию 30-х годов, так сказать, а Китай с волной индустриализации, чем и каким количеством, не то, чтобы мы-то вообще в лайтовом варианте проходим. Так сказать, у нас мы не хороним миллионы людей по ходу, так сказать, изменения ну, серьезных трансформаций. Поэтому история, с одной стороны, не терпит сослагательных наклонений, можно было ничего не построить. Всегда лучше построить, всегда лучше, ну, так сказать, если созданы какие-то механизмы, которые меняют жизнь людей к лучшему. Я хотел одну вещь уточнить, но, судя потому, что вы говорили до этого, все-таки на какой-то среднесрочный период люди у нас будут небогатыми, вы предполагаете? Я предполагаю. Я бы сказала, что у нас не первый год отрицательный тренд при реально располагаемом доходам, ну, по сравнению, так сказать, последние семь лет, насколько я помню. Если мы говорим про двадцатый год, это вообще общемировая ситуация, потому что мы понимаем, что прибило все трудоспособное население всего этого шарика, в сторону необходимого режима экономии. Потому что мы просто ничего не производили, не добывали, не обменивались, не создавали добавленную стоимость в том объеме, в котором обычно ее создавали, особенно во втором квартале. Но это целиком не может не повлиять на картину. Вот этот период невысоких и даже с отрицательным трендом доходов, сколько, как вы думаете, продлится? Я не думаю, что в следующем году мы восстановимся. Я думаю, что если не произойдет еще каких-то, так сказать, историй, они могут произойти, потому что человек, так сказать, очень сильно влияет на окружающую среду самым разным образом. А от того, что он становится немного не совсем в себе, как мы и ранее обсуждали, он может еще что-нибудь где-нибудь нажать, что приведет к нехорошим последствиям. Наверное, там, трехлетняя перспектива восстановления к тому же уровню, который у нас был в 2019 году. А он тоже был ниже, потому что понижательный тренд был и раньше. Вопрос, так сказать, вот я живу где-то в такой пириде. У меня нет по крайней мере иллюзий на тему, что наступит светлый 2021 год и все вернется на круги своя и зацветет и вообще взлетит. Вы опять оставили ритейл и пошли опять в свой B2B. Не кажется ли вам, что вы там отчасти зарываете свой такой управленческий талант? Вы знаете, я не зарываю свой талант, скажем так. В моменте есть разные возможности. И я сейчас довольно много веду разных проектов, общаюсь с людьми. Мне как бы сказать, ну я меняюсь, мы все как-то движемся. у нас есть свои опять же интересы, какие проекты и в какой степени трансформации можно реализовать. Но про них известно очень мало, только по выручке можно сказать, что они на порядке меньше, компании. людей. Но опять же может быть много интересных проектов разных, а не один большой. У вас такой период? Не знаю. Мне сейчас интересно заниматься несколькими разными задачами. И людьми, и по-другому. Вообще по-другому посмотреть на мир. Потому что такого плана работа, которая требует высокой степени концентрации, но она в конце концов очень ты как бы в нее погружаешься до состояния, когда уже не видишь мира вокруг тебя. А он интересный, разнообразный, с большим количеством возможностей. И просто интересно в нем жить. Одну очень большую задачу, когда ты решаешь, зачастую ты не живешь ничем, кроме этой задачи. Ну то есть по сути вы сейчас получили больше свободы, чтобы просто жить, а не только работать. Ну, можно так сказать. У вас были довольно-таки апокалиптические прогнозы по поводу того, что будет происходить. Цитата начиналась со слов «Мы переживаем идеальный шторм, причиной которого является не экономический кризис, а раскачивание паники из-за угрозы жизни и здоровью в ситуации высокой информационной прозрачности». Если посмотреть в ретроспективе на то, что происходило, какие вы бы выделили основные такие кризисные драмы? Мне кажется, наверное, может быть, начнем с профессиональных тем. Это, наверное, цепочки поставок, потому что мы видели, начиная с китайского Нового года, тогда, что, так сказать, начали падать вот именно цепочки последовательные, особенно очень длинные цепочки, а мы в бизнесе автомобильной промышленности, которая, наверное, самая многокомпонентная, с самыми длинными цепочками и с большим уровнем такого мирового разделения поставщиков первого, второго, третьего уровня, субпоставщиков, субкомпонентов. Перезапуск таких цепочек тоже занимает очень длинный период времени. Люди с точки зрения реакции на отложенный спрос, ну вот как с нашим опять же автопромом, начали покупать то, что они собирались покупать, они все равно последовательно выгребли остатки, которые старались наоборот, в силу непонимания, что происходит, у нас же в первые месяцы полная остановка произошла, онлайна в автопроме фактически не было до этого года, сейчас все начали и все остановились, и очень серьезно мобилизовались, потому что остановить производственные цепочки стоит денег, это люди, простои, соответственно, это означает, что твое дальнейшее планирование было максимально консервативным, и оно же привело к максимально консервативному перезапуску, и дальше вот в этот период времени, как раз там август, сентябрь, было видно, на что дефицит, то есть ничего нет. А как вам вот идея платить зарплаты людям, которые не работают? Ну, понимаете, у нас же все равно в любом случае, так сказать, в законодательстве мы, либо мы должны платить там две трети, ну, какие-либо методы все равно существуют, либо нужно увольнять людей, вот, а просто в любом случае это, так сказать, то есть обязать всех сдержать и при этом все платить, ну, можно, конечно, то есть эта идея такая, она про волшебника с голубым вертолетом, искренне, он не прилетает, я, вот, сколько про него все, они по-разному там его, он не прилетает, поэтому не прилетает, ну, так сказать, вот сколько я живу, не прилетает, и, в принципе, он уже в планах отсутствует, откровенно говоря, моих, вот, поэтому, ну, вопрос, можно, что пришлось увольнять? Конечно, определенно, ну, мы с вами видим, что есть очень сильно пострадавшие отрасли, да, как там, тот же самый, авиация, туризм, завод, конечно, ну, там, другой уровень квалификации людей, ну, так сказать, конечно, нельзя так взять и махнуть, потому что не восстановишь, я про что и говорила про цепочки, что останавливать, то есть, это медленная остановка, и дальше очень медленный запуск. В результате всего этого коронакризиса, во-первых, стало понятно, что границы имеют значение, расстояние имеет значение, что должен быть план Б и С, ну, так сказать, должна быть реальный уровень локализации, ну, то есть, нужно закрывать дефициты каким-то образом, потому что, если мы говорим про, ну, какие-то элементы ритейла, да, ну, в любом случае, любой продукт, он состоит из компонентов, важно, чтобы все эти компоненты были доступны. Если вы что угодно делаете, делаете, не знаю, так сказать, шоколадки, вафли или готовый автомобиль, это все равно набор компонентов. Автомобиль, наверное, наиболее сложный набор компонентов, максимально распределенные системы их производства, ну, на нескольких уровнях. И в результате, если у вас одного болта нет, или шнура, или электронные схемы на сегодняшний день, то есть, вы просто не можете, так сказать, у вас нет объекта, вы все делаете, у вас на 99% готовый автомобиль не может быть дальше. Второй момент, это, конечно же, управление не только цепочками, но и товарными запасами, и деньгами, да, вот в этой, во всей ситуации, когда все встало, сроки, именно сроки, и, так сказать, ну, минпартии стали иметь большое значение, то есть, ты уже не... Минпартии? Ну, так сказать, это можно сказать, квант поставки, минимальный уровень отгрузки любого товара, который эффективен с точки зрения, так сказать, ну, в том числе транспортировки, да. Раньше вы пытались, ну, многие пытались собрать там полную фуру и оптимизировать за счет этого себестоимости логистики, но, так сказать, сейчас эффективнее управлять запасами, снижая, наоборот, партию, повышая дискретность и при этом максимально короткий срок обеспечивая поставки. А вы можете примерно в деньгах оценить, вот, ну, вот в Солерс, в группе Солерс, что происходит в связи с этим? В группе Солерс есть разные же бизнесы, да, у нас... Ну, автомобильный же главный. Большой бизнес автомобильный, но у нас есть немаленький бизнес как раз информационных технологий в самых разных направлениях. Он сейчас... Я думаю, с ним и все хорошо. Ну, как все равно, так сказать, он завязан на машины как сервис, мобильность как сервис и запуске проектов. А второе влияние, вот кроме физической логистики и изменения цепочек, второе самое большое влияние, которое мы с вами видим, это влияние на людей, на другую систему коммуникаций, взаимодействия, выстраивания процессов и так далее. Мы в Лорусе, мы даже в целом в группе были, на мой взгляд, значительно более готовы к быстрому переключению на дистанционную работу, потому что мы изначально, ну, так сказать, основной наш продукт написанный, так сказать, развивается в облаке, это флит-менеджмент-система. Мы, так сказать, с точки зрения там офисной автоматизации, очень, ну, так, такие вот независимые структуры, регионально распределенные, которые и так привыкли к частичной дистанционной работе раньше. Но в автомате мы с вами, наверное, через там три-четыре месяца увидели, что качество падает. Ну, то есть много времени уходит зачастую на ту же самую коммуникацию больше, чем ее было необходимо раньше, особенно, если мы говорим про проектную работу, про запуски новых историй, про там попытки делать брейншторминге, это, так сказать, быстро мобилизуешься против там невероятно жуткого локдауна, который вот имеет короткий срок. Но длительный период времени работать в режиме 24 на 7 без границы дом-работа, не у всех, мягко говоря, получается. То есть происходит выгорание, видно, что люди наоборот снижают свою собственную эффективность, просто, так сказать, теряют темп и конкретно снижают просто даже операционную. Вот вы член совета директоров Солерса, вы думаете, машины люди будут покупать? Давайте немножко абстрагируемся от именно коронакризиса в данном случае. Я считаю, что у нас революция именно в использовании готовых автомобилей началась гораздо раньше. Согласна. Если вы помните, в прошлом году, в прошлом году был первый год, когда в мире было продано отрицательный лайк целиком по продажам автомобилей. Больше того, если бы не коронакризис, я бы машину продала и вообще бы обходила без нее. вы отвечаете сейчас на вопрос, что будет с людьми, поэтому коронавирус... Просто сейчас я чувствую, что это более безопасный вид транспорта. Да, вот об этом дело. Если мы говорим про потребительское поведение, сильно пострадал каршеринг. Почему? То есть каршеринг и вообще такого рода услуги, они, конечно, были... Это как раз один из драйверов снижения спроса, повышения операционной эффективности использования автомобилем человека. Вторая история такси, да, которая, так сказать, и вообще, скажем так, очень такой фокус, важный фокус на развитие умных городов, ну, которая все нацелена на то, чтобы, так сказать, повысить мобильность человеку, дать ему возможность максимально, так сказать, эффективно маршрутизироваться без того, чтобы обязательно нагружать себя личным транспортом. Вот появилось огромное количество сервисов и даже новых продуктов, типа вот тех же электросамокатов. Вторая история это, конечно, выбросы, ну, и, соответственно, так сказать, вред там в атмосферу и активная инвестиция в электротранспорт вообще везде, изменения протоколов с этим связанных, ну, и так далее, и тому подобное. Все эти изменения, я уж молчу на тему долгосрочной перспективы и сейчас вот многократные обкатки вообще беспилотного транспорта. Все эти тренды и на, так сказать, разного рода телематические устройства, вершины, которые, так сказать, ну, собственно, беспилотники и каршеринги, и мобильность как сервис, машина как сервис, все эти, так сказать, тренды, они очень, очень сильно меняют ландшафт. Другое отношение покупателя к продукту, к решению своей транспортной задачи, не обязательно через покупку. Мы очень все это активно видели и до. Поэтому у нас как раз в группе довольно много было, можно сказать, где-то стартапов, а где-то уже как бы компаний, ну, тоже достаточно молодых, как раз цифра, так сказать, связанных с цифровой трансформацией автопрома и вообще решения транспортных задач. У нас в Солерсе своя, так сказать, компания, которая, ну, своя телематическая платформа, свой большой IT-интегратор, который, так сказать, собственно, в том числе с отдельной командой как раз по развитию умных городов, так сказать, у нас, мы запустили как раз в этом году, так сказать, первые сделки сейчас реализуются, компания Солерос-транспортные решения, которая предлагает подписку на автомобили. Это в основном коммерческий транспорт, это подписка в большей степени 3-4 года, ну, также мы, ребята, будут переходить и, так сказать, на такую короткую подписку. Коммерческий транспорт для, собственно, компаний, которые не обязательно должны забирать эту машину себе на баланс, да, а просто непосредственно, так сказать, в полном сервисе, это в данном случае это не просто, это не аренда, это полный комплекс. Это все, конечно, только сегодня вот в начальных стадиях пилотируется, но я считаю, что 21-й год очень сильный импульс этому всего делу задал. У меня вот ребята, так сказать, у нас 20-й, да, конечно, мои коллеги из УАЗа вот только что запустили площадку онлайн продаж автомобилей и плюс даже короткой подписки, ну, так сказать, потому что у нас наши замечательные УАЗики, они воспринимаются в том числе, как именно машины для путешествий. Машину в лес поехать. Вот, и сейчас, так сказать, вот короткие подписки, например, для... Мне надо в лес, да, то есть... Вот, а вам почему сейчас всем хочется побольше леса, во-первых, там безопасно, во-вторых, это в границах, то есть ты никуда не летаешь, вот это вот путешествие по родной стране в этом году, оно вообще, так сказать, новый импульс абсолютно возник. И это тоже автомобиль. Вопрос какой, ну, так сказать, и какого плана. В связи с этим, например, именно рынок, ну, не вторичных автомобилей, а именно рынок сервиса, так сказать, автомобильных запчастей и так далее в этом году практически одинаковый. стабильный. Да. Потому что, так сказать, люди взялись свой транспорт, посидев на карантине, привезти в нормальное состояние, чтобы где-то все-таки поездить, отдохнуть рядом с домом. А самый безопасный вариант перемещения это не общественный транспорт, а личный, как и вы думаете. Вот. Поэтому тут такая история с точки зрения прогноза, влияния, да, так сказать, мы видим, что на такого рода вот семейные автомобили или там легкие коммерческие автомобили, автобусы, даже спрос, в принципе, есть, и он неплохой. Автомобили самая консервативная, самая длинная, дорогая потребительская единица, которая раньше вообще в онлайне практически не продавалась, сейчас вот в каком-то виде это происходит, и это очень интересно, когда мы, по сути, новый процесс в этом плане выстраиваем, а там простые, ну, там та же самая электроника, бытовая техника, одежда и так далее, все же это у нас очень сильно в онлайне, и мы видим, что в зависимости от категории потребительский рынок, конечно, переживает такие, ну, так сказать, интересные времена, целиком у нас есть такая оценка, что на там 5-6% потребительский рынок упадет, но при этом, например, современная торговля едой растет, ну, перетягивая на себя традиционку, плюс хорику, то же самое, ну, так сказать, люди покупают для того, чтобы готовить, радовать себя, так сказать, всякие тоже заедания, запивания. Лучше быть бедным и здоровым или богатым и больным? Конечно же, лучше быть богатым и здоровым. Ну, такой нет опции, что делать. Всегда есть такая опция, хотя бы духовно. Дешево, быстро и хорошо выберите два из трех. Быстро и хорошо. Есть ли человек, на которого вы хотели бы быть похожий? Нет, у меня такого нет. Сколько денег нужно, чтобы больше не работать? Я не работаю за деньги, мне интересно менять мир и строить. Не существует, это вообще не деньги. То есть не существует сумма, способная вас остановить? Да. Вы бы открыли конверт с датой своей смерти? Да. Зачем? Такого вопроса не было. У вас есть возможность изменить один эпизод в своей жизни? Что бы вы изменили? Мне кажется, это не работает. Тогда весь карточный домик сложился бы по-другому. А зачем? Эффект бабочки. Да. Лучший город для жизни, если не тот, в котором вы живете? Питер. Питер. Хотели бы вы дружить с таким человеком, как вы? Приятно поговорить с умным человеком. Слишком, ну, наверное, да, но в пределах разумного. Потому что мне интересны другие люди. Ну, просто совсем собственного клона с ним может быть скучно. и на месте Нео в фильме Матрица. Вы бы хотели узнать, вы в Матрице или вы вне Матрицы? Или вы хотели бы не знать? Я не помню Матрицу. Ну, там был выбор узнать, что ты в Матрице или остаться в Матрице и не знать? Узнать. Узнать? Ну, отпустим. Уложились. Спасибо.